Село Спасыль – старинное село, как и многие ярославские села, насчитывает уже почти 300-летнюю историю. Возможно, что в 1700-е годы село принадлежало семейству Ладыжинских. Есть информация о том, что хозяйкой села Ажерова, соседним с селом Спасыль, была Софья Николаевна Ладыжинская-Озанчевская, может быть, родственница Ладыжинского Николая Васильевича. Азанчеевы, Азанчеевы, Азанчевские – это один старинный дворянский род XVI века. Бажерова на средство Софьи Николаевны в 1794 году была построена церковь Спаса Нерукотворного. Родственные узы связывают Ладыжинских с композитором Драгомышским, с Азанчевскими, с Веленивыми, с Терлиговыми. В 1822 году село численность на Стерлиговой, а не Петровне. Церковь Преображения Господня была построена в 1799 году. В 1840-е и 50-е годы в церкви крестили всех детей Николая Васильевича Ладыжинского, и в том числе его сына Николая Николаевича, известного музыканта, члена Балакирского кружка. Церковь Преображения Господня – это строгий дух, светный четверик с граненными барабанами, трапезной колокольней. В церкви три престола. Во имя Преображения Господня, во имя Казанской иконы Божьей Матери и во имя святителя и чудотворца Николая. В своды церкви вставлены голосники – глиняные емкости для улучшения резонанса. Архитектурное решение церкви – дань старинным традициям 17 века. Оно достаточно сдержанное и величавое. Я поместила здесь иконы церкви Святой Троицы из Верхненикульского. Это иконы Ярославского письма, и, возможно, подобные были в этой церкви. Эти симпатичные девочки провели мне экскурсию по церкви Преображения Господня. Это плачущая икона. По праздникам Христа у нее из глаз вливаются слезы. Она была построена, когда была построена эта церковь. Прошу дальше, внутрь. Дальше продолжит Олеся Кирьянова. Пожалуйста. Ну, там наверху тоже есть иконы. Посмотрите вот наверх. Мы когда с Викой Смирновой сюда приходили, тут этот портрет самых великих богов. Сюда приходили в центр и молились. Дальше пройдем сюда, открыть желание. Здесь можно встать и нагадать желание. И о нагадательных будет. Прошу. Рассказывай. Прошу в комнату. Здесь жил Ран Шипов. И он сгорел. Он сгорел в этой комнате. Прошу. Вот здесь даже горела дверь осталась. Проходите. Это кресло. Он нарисовал перед своей смертью. Перед тем, как он себя сжег? Да. У него огонь вспыхнул случайно. Он топил печь. У него в комнате была электрическая печь. Ну, не электрическая печь. А как камин. Печь, да. Он разжигал бумагу. И бумага у него вылетела с огнем. И попало на все остальное. И оно все загорелось. И эта комната сгорела. А этот крест нарисован кровью после... До день и смерть, папа. Вот в этот день он нарисовал этот крест. А тут печка. И что, тут готовили еду? Да, мне готовили еду. Варили всякие супы. А вот это... Венок желаний. Венок желаний. Люди вешали в дуговые листочки и загадывали желания. Из железа. И желания исполнялись? Да. Ну, может, даже, конечно же, это не так, но просто... Но венок, но венок это очень хорошее. Из железа за ним. И его, знаете, как защелкивали? Вот эту вот штучку отодвигали и брали вот так, и он защелкивался. Защелкивался. А вот об какую-то вот штучку. Здесь была такая штучка специальная, чтобы никто не входил. Защелкивался. Это старинные замки, сохранившиеся в церкви. Даже ржавые, они выглядят очень необычно и очень конструктивно затейливо. Это цвет был зеленый, правда, вот. Эти листочки сделаны были из бумаги. Это дерево... Не дерево, а венок. Пожеланий, которые хотели оставить Богу и всем. Они делали железо такие, но это страшно. Они ставили около икон, вешали вот, наверху поставить могут, вешали вот эти листочки. Описали на них пожелания, что они могут передать Богу хорошее. Они ставили около вот икон, а здесь были иконы. Ставили, молились и уходили. К сожалению, разрушение церкви началось с момента ее закрытия в 1957 году. Но некоторые росписи еще сохранились. Это святой Марк, святой евангелист Матфей. Святой евангелист Иоанн. Моление Господа о пронесении мимо его чаши, которому он пристает испить. Но тут же он говорит, не что я, а что ты Господь. Несение креста. Роспись, посвященная приготовлению Иисусом Христом, чаши для причастия, о чем говорится в Евангелии от Марка. Троица, достаточно редко встречающийся вариант изображения. Мои экскурсоводы очень хотели подняться на верхний ярус колокольни. Но я и сама не решилась, и их, конечно, не пустила. Но потрясающий вид. Это Денис Алексеев. Настоящий джентльмен, который следил, чтобы с нами было все в порядке во время этой опасной экскурсии. Все четыре экскурсовода и мои ангелы-хранители во время этой экскурсии. Это изображение Христа, который еще в 30-е годы стрелял в некий местный начальник, штукатурка отвалилась именно там, где глаза. И видно прежнее изображение глаз. И кажется, что икона прозрела. И возможно, что она плачет, как сказала Сашенька. Хотелось бы узнать больше и о селе Спасильть, и об этой прекрасной церкви. Но, к сожалению, сведения у меня пока очень скудные. Но видя этих ребят, которые с таким энтузиазмом хотят больше знать о церкви, о своем селе, я уверена, что нас ждут новые открытия.